сейчас у нас 6 часов утра 11 марта 2021 год в общем готовился такой ранний завтрак как в фаризе сейчас помою тарелочку немножко окротная дача я спулашу макарошки варятся у меня овощи варятся чтобы было видно макарошки макарошки в макарошек макарошек макарошка макарошки пancy Продолжение следует... 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 Да, этот чай, в общем, я его не знаю, сейчас посмотрю. Ты чай, давайте я вам снимаю, так скажу. Далью чуть-чуть. Ох, два. Хрена, немножко хрена. В этом красном плане. Осталось только вредить 10 миллионов, тогда сможешь переселиться в такой дом. В общем, эти макарошки. Такой дом обойдется в 400-500 тысяч долларов, участок, вектар, земли. Да, посылание любви. Есть все, деревья, оранжеверия, осей, гараж, где я могу что-то встелить в свое удовольствие. И что вы думаете? Несколько месяцев спустя у меня появился такой дом. Правда, мне пришлось подождать еще два месяца, прежде чем ехать туда. Но моя мечта осуществилась. Невероятно. Я жил в нем невероятной жизнью. А потом ко мне вдруг ошли деньги. Помните, такую работу я выполнял за минимальную зарплату. Теперь я получал в 10 раз больше. Трудно даже написать эту ситуацию сломать. Но сложилось так, что получалось 600 долларов. Дим работал только два дня, месяц. Ну, возможно, 4-5 дней. И это дало достаточно денег для продолжения работы. Немного проекта по посыланию. И в дальнейшем обстоятельства складывались в макбузу. Вы видите, как посылание любви позволило ему жить в шикарном доме и книжки написать. Давайте еще раз послушаем. Посылание любви. Вообще шикарно. Слушаю, знаете, вот это вот Клаус Джоус. Я не знаю, что по сравнению с нынешней, она была никогда. Есть, конечно, те, кто ждет еще хуже, чем я раньше. Но все-таки та жизнь не идет в никакой сравнении с тем, как я живу сейчас. С той самой минуты, как я начал работать в жизни, жизнь стала непрерывно повышаться. И сейчас я бежу на то, что меня окружает. И с удивлением спрашиваюсь, как я не убрился, все это зато. Сам не пойму, как все сдохрелилось. А сейчас есть все, о чем я мечтал. Кстати, оказывалось бы, мне было... Немножко горчицы. Но все это было создано как дальше, не с помощью людей. Лечты пришли в жизнь к совершенному пути. Или как-то может быть как-то вот так это сделать. И в немало. Или как-то вот так. Тихо отместие, до которого бы не доносился шел в улице. Как-то усовершенствовать нужно только платье. Мне не хотелось перебираться и за город. Я представлял себе участок земли на холкне, откуда открывался бы вид на весь город. В течение раз, когда я рассказывал кому-то об этой мечте, мне говорили. Осталось только выиграть 10 миллионов, тогда сможешь переселиться в такой дом. А то время я писал книгу-послание. Не перестал играть в спортивную рудуе. Я устроился на работу в столярную мастерскую на минимальный оклад. Это позволяло покупать еду. Я оставлял достаточно времени, чтобы писать книгу и продолжать посылать любовь. Но для этого не оставляло никакой надежды купить дом, на котором я мечтал. Никакой. А что я могу пожить? Такой дом обойдется 400-500 тысяч долларов. Участок, гектар земли. Холл, с которого идем весь город. Есть все. Несколько месяцев спустя у меня появился такой дом. Но мне пришлось подождать еще по месяцу, прежде чем ехать в него. Но моя мечта так осуществилась. Невероятно. Я жил у меня невероятной жизнью. А потом, когда мне в дом пошли деньги. Помните, какую работу я делал? За минимальную зарплату. Теперь я получал в 10 раз больше. Трудно даже написать эту ситуацию словами. Но сложилось так, что я получал 500-600 долларов в день. Работал только 2-3 дня в месяц. Ну, возможно, 4-5 месяца. И это давало достаточно денег для продолжения работы над книгой и направить на фотосессуальные люди. И дальнейшее обстоятельство... А сколько он получал? 500-600 долларов в день? Ну, что вы думаете? Несколько месяцев спустя у меня появился такой дом. Правда, мне пришлось подождать еще 2 месяца, прежде чем ехать в него. Но моя мечта осуществилась невероятно. Я жил у меня невероятной жизнью. А потом ко мне вдруг пошли деньги. Помните, какую работу я выполнял за минимальную зарплату? Теперь я получал 10 раз лучше. Трудно даже написать эту ситуацию словами. Но сложилось так, что я получал 500-600 долларов в день. Работал только 2-3 дня в месяц. Ну, возможно, 4-5 дней. И это давало достаточно денег для продолжения работы над книгой. Да, смотрите, получал 500-600 долларов в день и работал всего 3-4 дня в месяц. А какой доход? Это 600, это 500 долларов в день. За 2 дня до 1000 долларов. Уже не поняла. Получается 5000 долларов. 15 тысяч долларов. И на одних обстоятельствах складывались по моей пользе. Случались, конечно, и ужасные дни, даже несомненности. Но, находясь в офицерде происходящего, я всегда знал, что у меня есть урок. Я мог погрузиться в то, что происходит, и причитать. Многое дела. Что это такое? Какое это взрослое? Я посылаю в сторону. И почему же это случилось? Или же, могу сказать себе, произошло, и ладно. Мне нет, может ли погружаться в негативное ощущение противоположного. Вера? Если случилось что-то неприятное, это еще не значит, что я должен чувствовать себя плохо. Поэтому я отойду в сторону и наказываю вам не одно ощущение от посылания любви. И что потом происходило, как вы думаете? В ситуации разрешались сами собой. Мне могут возразить. Нет, неприятности не исчезнут сами по себе. Помните старую поговорку? Слово, моя машина не хочет чиниться сама. А вот как раз и чиниться. Чиниться. Не знаю как, не знаю почему. Хотя, не знаю почему. Потому что я посылаю любовь. Я обезлучаю вверх любовь, и эта энергия каким-то образом обеспечивает положительное развитие со мной. Опять же не знаю, как это работает. Я создал желаемое ощущение. Каково иметь машину, которая прекрасно работает. Я ни о чем не беспокоюсь. Просто сажусь в грунт, поворачиваю ключ к зажиганию. И что вы понимаете? Я ездил на этой самой машине еще, по-моему, целых два года. Она продолжала бесправно работать. Вот вам история о том, как машина самая себя починает. Я понимаю, что трудно в такой боли. Ой, ну да, мы сейчас еще раз слушаем. Сначала они просто смеялись, потом стали говорить. Непонятно, что с вами такое. Почему-то все у тебя хорошо складывается. А затем мы начали приносить сломанные вещи. Сходите, если сходите, нет. Мой друг притащил сломанные часы и говорит, Может ли машина починиться сама? В этой ситуации мы разрешались сами собой. Мне могут возразить, мне неприятности не исчезнут сами по себе. Помните второй поговорку. Сломанная машина не починится сама. А вот как раз и чинится. Не знаю, как. Вот сломанная машина у клаута Джоула чинится сама. Он посылает машине любовь и машина чинится сама. Вот так он это объясняет. Здорово, правда? Думаю, что-то не хватает. Может чуть-чуть соли, чуть-чуть посолить. Макаронная машина чинится сама. Макаронная машина чинится сама. Столько ламяночка. Я создал желаемое ощущение. Каково иметь машина, которая прекрасно работает. Я не о чем нестакуюсь. Просто закручил ногу, поворачиваю, поворачиваю с ожиданием. И что вы понимаете? Я ездил на этой самой машине еще, по-моему, целых полудов. Она продолжала бесправно работать. Вот вам история. Машина сама себя очень любит. Я понимаю, что трудно такое навидеть. Окружающие тоже поначалу не верят. Сначала они просто смеялись. Потом стали говорить. Непонятно, что стоит такое. Почему-то все у тебя хорошо складывается. А затем мне начали приносить сломанные вещи. Садитесь, не все, садитесь. Мой друг притащил сломанные часы и говорит. Может, ты хотя бы взглянешь? А вдруг? Хорошо, сказал я, чтобы отделаться от него. И когда он ушел, зашлоркнул их угол. Через день или приятель возвращается за часами. Вот, говорю, твои часы. Я к ним даже не прикасался. Я же сказал тебе, что не разбираюсь в часах. Ну, часы и тут? О, ну что тут еще скажешь? Видишь, ты починил, как я знал, что ты сможешь. Я их даже по руке не брал. Но удар, конечно. Невозможно убедить других в чем-то, что не укладывается в их представление о норме. Но невероятные вещи будут происходить с вами все чаще и чаще. Итак, настраивайте себя в каждый момент времени на ощущение от излучения. Видите, как шикарно. Спросите себя, каково ощущать, что любовь создает жизненный опыт, который я желаю испытать. Ведь если вы испытываете ощущение еще до реализации своей мечты, то тем самым буквально воплощаете в нее. Следующим шагом будет, конечно, чувство благодарности за то, что ваша мечта как будто бы уже осуществилась. Это ощущение можно выразить коротким словом «спасибо». Мне очень приятно иметь надежную машину. У моих соседей постоянные проблемы. Их автомобили ломаются. Их часто отгоняют в мастерскую. Отдали в ремонт, забрали в мастерской. Сломалось что-то еще. Снова в мастерскую. А я просто езжу на своей машине. Представляете? Смешно то, что если я продаю или кому-то дарю свою машину, то очень скоро она разваливается на глазах у полного хозяина. Работа моей машины буквально держится на любви, которую я посылаю в мир. Если я передаю свой автомобиль кому-то другому, мне говорят «спасибо, какая замечательная машина. У тебя никогда не было с ней проблем». Но повторяю, очень скоро она разваливается на части. И это повторялось уже столько раз, что теперь, решив купить новую машину по какой бы то ни было причине, старую я отдаю кому-нибудь бесплатно. Теперь я не продаю свои старые машины, я их просто дарю. Конечно, отдав машину, я перестаю на плохие любви. Эй, теперь это твоя машина. Хочешь, чтобы она работала, посылай ей Любовь сам, правильно? Я рассуждаю так. Ты знаешь меня, читал мои книги. Так что принимай ответственность и посылай Любовь сам. А машина просто рассыпается на части. И так происходит с обмоти к другим. Как вы, возможно, знаете, я вкладываю плитку. Особенно мне нравится вкладывать мазель. Я наслаждаюсь этой физической работой и добавляю в ней посылание. Это занятие дает мне возможность взаимодействовать с людьми, которые ничего не знают ни обо мне, ни моих книгах и работе с Любовью. Так как же я кладу плитку? Я всегда посылаю Любовь в то, что делаю. Наполняю Любовью проект, над которым работаю. Еще долго продолжаю посылать к нему Любовь по окончании работы. Примерно два месяца. Поначалу посылаю Любовь ежедневно, прямо во время работы. Беру плитку в руки и чувствую, как работает. Напомните ее Любовью, чтобы она сама начала излучать Любовь. Шлеп и плитка на месте. Очень приятные ощущения. Я ощущаю и почти что вижу излучение Любви, которое исходит от моей плитки. Правда здорово. И я продолжаю посылать Любовь в то, что делаю. И знаете что? У меня все получается удивительно хорошо. Даже то, что вроде бы не должно получиться, выходит прекрасно. Немного расскажу вам об укладке плитки. Обычно перед началом работы нужно произвести много измерений, чтобы плитка легла ровно и красиво. Нельзя просто начинать с угла и класть вдоль стены, потому что тогда последняя плитка не поместится. А вы же хотите, чтобы все было синтетично и красиво в планах. Ой, то, в чем они так нуждаются. То, чего они так хотят. Итак, вызовите ощущение излучения и вызывания Любви прямо сейчас. Каково оно? Знаете, желаемое уже создается. Нет необходимости визуализировать его. Но если желаете, то можете это делать. Главное, создайте ощущение с максимальной четкостью, прочувствуйте, каково. Это мой личный журнал. Это мой российский действующий паспорт. Вот такие вот дела. Кушаю. Мой такой ранний завтрак, как в Париж. Ну, я, ну, я и легла, спать очень рано. Ну, в другом видео я вам говорила. Даже раньше, чем в 6 часов вечера. Проснулась. Ну, может быть, раньше 4 утра. Раньше 4 утра, где-то так. А вот мне, наверное, проснулась раньше. Потом я решила еще поспать. Подогреваю, чтобы еще макарошек с вареной чечевицей, с вареной морковочкой и капусткой. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 красотой и вдруг однажды смотрю идет иди так ехал все такая белого это кстати единственная с кем я из артистов из каких-то таких вот из артистов и шоу бизнеса или единственно с кем я вообще разговаривала лично это было не так ехал она была там она была очень красиво одета она была в белом пальто в белом таким притали на пальто длинном вся в белом было при макияже при прическе парик макияж белом такая вся и конечно здесь мужчина с видеокамера это канал какой-то один из этих таких этих больших каналов снимал с ней интервью для для канала и конечно там нашлись люди которые увидели что это ну когда не очень много народу было ну там и так в принципе там не так много было народу там такое место в общем как-то это вот но нашлись люди которые увидели что это эдита пьеха и стали как-то вот смотреть и конечно в общем да как-то увидели понимаете звезду ну и решили там еще одна девушка была цветом с девушкой познакомилась там девушка была вам с мужчиной такие молодые они тоже остановились посмотреть потом мы решили подойти ну да и когда она уже пошла она уже поднялась и пошла переходить по переходу по переходу к бирже и пошла на направо вы поняли там видео видео мужчина с видеокамерой и заснимал как она все идет анкета вопрос а вам наверно еще журналист была то что она еще что-то там говорила отвечал я сама говорю ну то что мужчина снимала для этого канала это точно для какого-то 1 1 каких-то больших каналов переведения вот и там такая пауза возникла и мы я решила подойти я решила подойти в общем подошла и сказала что ну в общем что я и сказала его так как кепки была ну по-осеннему одета была такая осень была в кепке вот значит можно найти на каком-то канале где интервью ты ты сидит из неславной пьехой и я там такая показали это в новостях я подошла ну и я честно говоря как-то в общем не каждый день видишь завиду и как-то поговорить вот я и сказала что моя мама была поклонницей и и таланты ну правда маме она очень нравилась пьеха мама уже не стала в мае в общем а я им сказала что знаете вот ну и вообще честно говоря и вообще как-то такая она как можно сказать легенда легенда ленинграда на всех концертах то есть вы поняли да то есть и как она их не подошла знаете она вот такая вся ловника праздничная конечно на этом белом костюме и она на этом белом его конечно профессиональный макияж и тон и общем она была конечно шикарно на шикарно выглядела вот и вся такая очень любезная она как-то да она остановилась она что-то там сказала она поговорила очень как-то вот это вот как-то вот очень любезный был это как-то знаете на самом деле очень необычно поскольку таких ситуаций я туда никаких звезд никогда не видела ни на каких улицах а тут вот так вот а потом может лариса может кто-то позвонил мне сказал что у меня показали кстати люди новости смотрят получают это показали мы по пятому каналу я думаю что мой взгляд 5 канал снимал ну какой канал мог снимать нужно не пилот не первая пилот питер 5 канал может быть я такая в кепочке цвета хаки пилот как и кепочка необычная эта кепочка там ну такая трансформер кепочка с такими штучками которые отстягиваются это для тропических стран мне один иностранец подарил эту кепочку представляете еще такой покажут по центральному каналу люди смотрят на эти каналы новости смотрят это посмотрели вы новостям люди смотрят новости я подумал надо же кто-то смотрит и там еще в интервью переехал но вы знаете вот из тех людей кто-то кто меня знает и при этом действия даже познакомилась с девушкой которым мы потом в эрмитаж вместе ходили и даже в кафе ходили покушать очень случайно познакомились мы все думали можем мы подойти к ней или нет мы на нее смотрели коллективно думали вот можно к ней подойти что-то попросить или нет кстати в это кафе такое дешевое кафе для на мне показала дешевого кафе это девушка с молодым человеком они сидели спиной к выходу а я сидела лицом вход-выход так что вот это кафешке недалеко от вознесенского проспекта недалеко от гражданской улице на которые раньше мы жили ну как мы догону так ближе к площади сюда к этой к мэрии и разговаривали мы с ней вот где уже эти ступеньки биржи заканчиваются знаете вот это направо если идти она остановилась буквально какой разговор я сказала что да надо каждому что автограф попросить я не помню ну да как кто-то там вы знаете как бывает так что вот это чему так она салмановна снимает эти видео защиту своей чести и свое достоинство для приморского суда санкт-петербурга скажу да вот короче 2009 год так что даже я заснял центральный канал когда она разговаривала садиться неславной пьехой в центре санкт-петербурга вот такие вот дела так что вот так что вот ах это будет час и восемь минут позитива со мной с патерой салмановной мактун сайфу сейчас я буду опять спать семь часов утра пять минут я еще не совсем ну еще посплю покушала я в принципе хотела думала еще покушаю макарошки там вот это ну потом знаете тут стала загружать видео в общем думаю ладно пойду посплю в общем поспала десять часов в общем встала в общем кушаю сейчас проветривание я уже закрываю закрываю проветривание уже проветриваю сейчас проветривание уже закрываю у меня здесь в комнате уже хватит проветриваться уже проветриваю проветривание здесь я проветриваю закрыла а так вообще навожу порядок в моей квартире еще пол надо помыть ну да, здесь в моей квартире нужно помыть пол, я собственник квартиры Санкт-Петербург, комендантский, 32, 1, 122, ветер А Татьяна Салмановна, Макту, Сан-Футин так что вот навожу порядок нужно в моей спальне еще тут полы помыть постирать мое постельное белье, застелить чистое ну, наверное, позже, сейчас еще отдохну, посплю потом займусь днем еще и уборочкой в моей квартире так что вот ох, ну да, эти часики, эти часики я тоже покупала в магазине Маршаллс или Ди Джей Макс в Америке ну, такие вот дела мне батареечки нужно вставить будет просто все супер шикарно а, это штучка от моего зеркала, это бриллианты бриллианты от моего этого зеркальца такое золото с бриллиантами с лавейтом бель Baptista ferrule